Ванька Жуков, девятилетний мальчик, отданный три месяца тому назад в учение к сапожнику Аляхину, в ночь под Рождество не ложился спать. Дождавшись, когда хозяева и подмастерья ушли к заутрине, он достал из хозяйского шкафа пузырёк с чернилами, ручку с заржавленным пером и, разложив перед собой измятый лист бумаги, стал писать. Прежде чем вывести первую букву, он несколько раз пугливо оглянулся на двери и окна, покосился на тёмный образ, по обе стороны которого тянулись полки с колодками, и прерывисто вздохнул. Бумага лежала на скамье, а сам он стоял перед скамьёй на коленях. «Милый дедушка, Константин Макарыч», — писал он, — «и пишу тебе письмо. Поздравляю вас с Рождеством и желаю тебе всего от Господа Бога. Нет у меня ни отца, ни маменьки, только ты у меня один остался». Ванька перевёл глаза на тёмное окно, в котором мелькало отражение его свечки, и живо вообразил себе своего деда, Константина Макарыча, служащего ночным сторожем у господ Живарёвых. Это маленький, тощенький, но необыкновенно юркий подвижной старикашка лет шестидесяти пяти, с вечно смеющимся лицом и пьяными глазами. Днём он спит в людской кухне или балагурит с кухарками. Ночь уже, окутанный в просторный тулуп, ходит вокруг усадьбы и стучит свою колотушку. За ним, опустив головы, шагают старая каштанка и кабелёк-вьюн, прозванный так за свой чёрный цвет и тело, длинное, как у ласки. Этот вьюн необыкновенно почтителен и ласков, одинаково умильно смотрит как на своих, так и на чужих, но кредитом не пользуется. Под его почтительностью и смирением скрывается самое иезуитское ехидство. Никто лучше его не умеет вовремя подкрасться и цапнуть за ногу, забраться в ледник или украсть у мужика курицу. Ему уж не раз отбивали задние ноги, раза два его вешали, каждую неделю пороли до полусмерти, но он всегда оживал. Теперь, наверное, дед стоит у ворот, щурит глаза на ярко-красные окна деревенской церкви и, притоптывая валенками, балагурит с дворней. Колотушка его подвязана к поясу. Он сплескивает руками, пожимается от холода и, старчески хихикая, щиплет то горничную, то кухарку. «Табачку нечто нам понюхать», — говорит он, подставляя бабам свою табакерку. Бабы нюхают и чихают. Дед приходит в неописанный восторг, заливается веселым смехом и кричит. «Отдирай, примерзла!» Дают понюхать табаку и собакам. Каштанка чихает, крутит мордой и, обиженная, отходит в сторону. Вьюн же из почтительности не чихает и не вертит хвостом. А погода великолепная. Воздух тих, прозрачен и свеж. Ночь темна, но видно всю деревню с ее белыми крышами и струйками дыма, идущими из труб. Деревья, посеребренные инеем, сугробы. Все небо усыпано весело мигающими звездами, и Млечный путь вырисовывается так ясно, как будто его перед праздником помыли и потерли снегом. Ванька вздохнул, умокнул перо и продолжал писать. А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосья на двор и отчесал шпандырем. За то, что я качал ихнего ребятенка в люльке и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку. А я начал с хвоста. А она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать. Подмастерья надо мной насмехаются, посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы. А хозяин бьет, чем попадя. А еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши и к вечеру тоже хлеба. А чтоб чаю и лещей, то хозяева сами трескают. А спать мне велят в сенях. А когда ребятенок их не плачет, я вовсе не сплю. А качаю люльку. Милый дедушка, сделай божецкую милость. Возьми меня отсюда домой, на деревню. Нету никакой моей возможности. Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно Бога молить. Увези меня отсюда, а то помру. Ванька покривил рот, потер своим черным кулаком глаза и всхлипнул. Я буду тебе табак тереть, продолжал он. Богу молиться. А если что, то сяки меня, как сидорову козу. А ежели, думаешь, должности мне нету, то я Христа ради попрошусь к приказчику сапоги чистить. Али за место Федьки в подпаски пойду. Дедушка, милый, нету никакой возможности, просто смерть одна. Хотел было пешком на деревню бежать. Да сапогов нету, морозу боюсь. А когда вырасту большой, то за это самое буду тебя кормить и в обиду никому не дам. А помрешь, стану за упокой души молить. Все равно, как за мамку Пелагею. А Москва город большой, дома все господские и лошадей много. А овец нету и собаки не злые. Со звездой тут ребята не ходят и на клирос петь никого не пущают. А раз я видал, в одной лавке на окне крючки продаются, прямо с леской, и на всякую рыбу, очень стоящие, даже такой есть один крючок, что пудового сома удержит. И видал, которые лавки, где ружья всякие, на манер бариновых, так что небось рублей сто каждая. А в мясных лавках и тетерева, и рябцы, и зайцы. А в котором месте их стреляют, про то сидельцы не сказывают. — Милый дедушка, а когда у господ будет елка с гостинцами, возьми мне золоченый орех и в зеленый сундучок спрячь. Попроси у барышни Ольги Игнатьевны, скажи для Ваньки. Ванька судорожно вздохнул и опять уставился на окно. Он вспомнил, что за елкой для господ всегда ходил в лес дед и брал с собой внука. Веселое было время. И дед крякал, и мороз крякал, а глядя на них и Ванька крякал. Бывало, прежде чем вырубить елку, дед выкуривает трубку, долго нюхает табак, посмеивается над озябшим вонюшкой. Молодые елки, окутанные инеем, стоят неподвижно и ждут, которые из них помирать. «Откуда ни возьмись, по сугробам летит стрелой заяц. Дед не может, чтобы не крикнуть. Держи, 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 ах, куцый дьявол!» Срубленную елку дед тащил в господский двор, а там принимались убирать ее. Больше всех хлопотала барышня Ольга Игнатьевна, любимица Ваньки. Когда еще была жива Ванькина мать Пелагея и служила у господ в горничных, Ольга Игнатьевна кормила Ваньку леденцами и от нечего делать выучила его читать, писать, считать до ста и даже танцевать кадриль. Когда же Пелагея умерла, сироту Ваньку спровадили в людскую кухню к деду, а из кухни в Москву, к сапожнику Аляхину. «Приезжай, милый дедушка», — продолжал Ванька, — «Христом Богом тебя молю, возьми меня от седа, пожалей ты меня, сироту несчастную, а то меня все колотят, и кушать страсть хочется, а скука такая, что и сказать нельзя, все плачу». «А на медни хозяин колодкой по голове ударил, так что упал и на силу очухался. Пропащая моя жизнь хуже собаки всякой, а еще кланяюсь Алене, кривому Егорке и кучеру, а гармонию мою никому не отдавай. Остаюсь твой внук Иван Жуков, милый дедушка, приезжай». Ванька свернул в четверо исписанный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку. Подумав немного, он умакнул перо и написал адрес — «на деревню дедушки». Потом почесался, подумал и прибавил — «Константину Макарычу». Довольный тем, что ему не помешали писать, он надел шапку и, не набрасывая на себя шубейки, прямо в рубахе выбежал на улицу. Сидельцы из мясной лавки, которых он расспрашивал накануне, сказали ему, что письма опускаются в почтовые ящики, а из ящиков развозятся по всей земле на почтовых тройках с пьяными ямщиками и звонкими колокольцами. Ванька добежал до первого почтового ящика и сунул драгоценное письмо в щель. Убаюканный сладкими надеждами, он часть спустя крепко спал. Ему снилась печка. На печи сидит дед, свесив босые ноги, и читает письмо кухаркам. Около печи ходит вьюн и вертит хвостом. Субтитры создавал DimaTorzok